Салем дастар! Менен атом Рен Элхай! Мен Акыш Ершелегенде пресс-аташей Булуп Жумасистемен. Я пресс-аташей посольства США. Меня зовут Рен Элхай. И у нас сегодня очень замечательная трансляция для вас не только потому, что скоро будет Новый год, и мы все как бы в праздничном настроении, но и потому, что сегодня первый день, когда граждане Казахстана получали уже, но получают вообще 10 лет моей визы в США туристические и деловые. Ну, пока мы соберем аудиторию, пожалуйста, давайте поделитесь вот нашу транзакцию с вашими друзьями. Ну, нажмите вот здесь «Поделиться» и скажите, с нами какие города? Мы в Астане, а вы в каком городе находитесь? Пока вы это делаете, давайте я представлю нашего гостя. Это Майкл Савидис, он у нас работает вице-консулом, и это значит, что именно он сегодня одобрил первые 10-летные визы для казахстанских граждан. Ну, Майкл, добро пожаловать. Спасибо. И вот, про визы мы поговорим чуть попозже. Я хочу начинать по нашей традиции, ну, рассказывая о нашей программе, о наших программах на следующий месяц. О, я как бы поворачивался, да? Меня ещё видно, да? Всё видно, да? Окей, хорошо. Вот. И январь 2017 года, у нас очень много интересных программах, но начну с программы, где у нас срок для подачи, для участия. Первая программа называется TechWomen, это программа для, особенно для молодых женщин, для девушек, которые интересуются наукой, инжинирингом, вообще с IT, технологией, информационной технологией. И эта программа включается и предоставляет возможность пройти пятинедельную стажировку в Америке, ну, в крупных компаниях, Google, Apple, Facebook, такие же. Не могу обещать именно в Facebook. Но могу сказать, что крупные компании Крыминской долины, Silicon Valley, да, вы понимаете меня, ну, они участвуют и они представляют стажировки для, ну, женщин, ну, не только из Казахстана, но в том числе из Казахстана. Срок для подачи заявок на участие в этой программе 17 января, поэтому вы еще успеете подать заявку и принимать участие в этом уникальной программе. Вот, еще программа. Это для педагогов, для учителей, преподавателей, которые работают с детьми по инклюзивному обучению. Ну, то есть, с детьми, у которых есть аутизм или другие, ну, заболевания, которые требуют особый подход к образованию. И вот это будет шестинедельной стажировке. Эта программа администрируется университетом Миннесоты и университетом штата Аризона. Значит, если вы пройдете отбор на участие в этой программе, вы или в Миннесоте, или в Аризоне пройдете шестинедельной стажировки, узнаете, как бы, самые современные методы по инклюзивному обучению. До 27 января мы принимаем заявки на участие в этой хорошей программе. Хорошо, у нас, вот, девушки, которые занимаются технологией, педагогой по инклюзивному обучению. Вот еще для ученых, для ученых, если вы занимаетесь наукой и, ну, хотите работать вместе с американскими учеными, у нас есть эта программа Partnerships for Enhanced Engagement in Research, PEER. Это при поддержке USAID, U.S. Агентства по международному развитию. И они дают гранты для ученых из Центральной Азии. И они, ну, если у вас есть идея о том, как совместно работать с американскими учеными, именно по, ну, для, как бы, исследований именно в сфере загрязнения окружающей среды, ну, чистый воздух хороший, ну, это для нас всех хорошо, вы можете участвовать в этой программе. Мы принимаем заявки до 13 января 2017 года. И вы узнаете детали на нашем сайте. И, по-моему, мы ссылку еще добавим ниже в комментариях для всех этих программ. Поэтому, если вы не найдете информацию, которая вам нужна, ну, напишите, мы ответим вам со ссылкой на эту информацию. Вот. Еще пара культурных программ. The Art of Business and the Business of Art. На русском искусство бизнеса, искусство ведения бизнеса и бизнес в искусстве. В конце января, в начале февраля 2017 года мы спонсируем, ну, серию семинаров в Астане, в Атерао, в Узкоминогорске и семьи. Именно для тех, которые, ну, владеют бизнесом в сфере искусств. Это, может быть, танцевальная студия, художественная школа искусства, ну, детский театр, например, дизайн, студия дизайна, муза, студия музыки, вокалная студия. Поэтому, если вы работаете в этой сфере и вы живете в Астане, Атерао, Узкоминогорске или семьи, ну, вы должны обязательно узнать больше об этой программе, которая будет проводить известная Company E из Вашингтона, округ Колумбия. То есть, самые американские, ну, люди, которые работают в театре, которые занимаются танцем. Среди них, кстати, будет Паул Эмерсон, директор компании E, который недавно участвовал, ну, как хореограф в программе «Биле Казахстан». Может быть, вы сами смотрели эту программу, но он там принимал участие в плане хореографии, и он, ну, очень хорошо понимает бизнес, ну, из таких студий или танцевальных компаний, поэтому у него есть очень много рассказов про это. Вот последняя программа у нас называется «Казахстан Spelling Bee». Это конкурс именно для студентов. Если вы владеете английским языком или изучаете его, и вы, ну, вы гражданин Казахстана и учитесь в казахстанском вузе, вы можете принимать участие в этом конкурсе. Ну, это конкурс по правописанию английских слов. Наверное, ну, легче, ну, показать, чем объяснить. У нас есть видео на нашей странице, где вы можете посмотреть, как это работает. И, может быть, я попрошу Майкла мне помочь с этим. Give me a word to spell. Any word. Я об этом не предупредил, чтобы вы понимаете, что это по-честному. Any English word that you want me to spell. Let's go with entrepreneur. Entrepreneur. Okay. Entrepreneur. E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U-R. Entrepreneur. Молодец. Вот. Я правильно, то есть по буквам я как бы разбирал слово. И это, ну, достаточно сложное слово, но вы понимаете, в суд как бы игры, да? И у нас будет конкурс, где студенты во всех городах, где у нас есть американские уголки. То есть у нас 11 американских уголков по Казахстану. И если вы живете в одном из этих городов, мы можем как бы поставить ссылку на сайт американских уголков. Вы можете узнать, если у вас в вашем городе американский уголок. Вы можете принимать участие в этом конкурсе. Это будет в конце января, в начале февраля. И потом будет как бы второй тур, то есть национальный конкурс здесь, в Астане. Мы определим самый лучший спеллер в Казахстане. Ну, среди студентов. Не знаю, кто на самом деле самый лучший. Ну, вот. Spelling Bee. И последнее. Вы понимаете, что у нас скоро будет новый президент. Вот он, Дональд Шрамп. Он 20 января будет, как бы, он войдет в офис и начнется его назначение, его как бы работа как наш президент. Мы, конечно, будем вам проинформировать об этом событии и о плане, который он поставит после того, как он начнет работать президентом. И еще мы, как все в Казахстане, ждем с нетерпением универсиаду в Алма-Ате. К нам приедут, по-моему, больше 100, может быть даже 150 американских спортсменов, то есть студентов-спортсменов из американских университетов. И они здесь будут показывать, на что они способны, и мы будем болеть именно за нашу американскую команду. Ну, и хотя мы желаем и казахстанским спортсменам успехов на универсиаде в Алма-Ате. Вот. И, кстати, кроме спорта, еще будет культурная универсиада в это же время в Алма-Ате, и мы спонсируем там очень-очень уникальный спектакль. Лебедина Озера будет показывать там, в Алма-Ате, с участием двух очень талантливых американских танцоров. На самом деле, преми-балерина американского балетного театра в Нью-Йорке и принципальный танцор также этого театра. Гиллиан Мерфи, может быть, если вы знаете, хорошо знаете балет, вы обязательно знаете этого человека. Гиллиан Мерфи, преми-балерина американского балетного театра, впервые будет выступать в Казахстане в главном роли Лебединого Озера. Поэтому покупайте ваши билеты. Это будет, по-моему, 30 января. Может быть, кто-то меня исправит, если неправильно сказал. А, электричество пропало. Очень интересно. Вот, вы понимаете, это живая прямая трансляция. Мы подождем пока... Вот, постановили. Очень интересно. У вас все нормально? То есть, электричество только у нас пропало или у вас тоже? Если вы тоже потеряли электричество, скажите, ну, интересно, это только касается нас или еще других? Вот, по-моему, наверное, мы накопили уже вопросов или для меня, или для Майкла, так как сегодня главная тема у нас, как я сказал в начале нашего эфира, это 10-летняя визия для граждан Казахстана, который сегодня вступил в силу, уже, как бы, одобрили, наверное, несколько, ну, достаточно много, на самом деле, казахстанцев получат 10-летнюю визу для туризма или для деловых поездок в Америку. Жанар, скажите, у нас пока есть вопросы? Вопросы по визе или по программам, которые вы озвучили? Ну, давайте сразу по визам, и потом мы вернемся к этому. По визе вот есть вопрос такой от Натальи. Моя 5-летняя виза заканчивается в 2018 году. Могу потом отправить по почте документы и получить новую 10-летнюю визу или надо будет идти на собеседование? Интересно. А какие правила для получения визы без собеседования? Это зависит от человека и ситуации. Но вообще, если вы путешествовали правильно и хорошо в США раньше, и ваша ситуация вы можете делать без интервью. Как я сказал, зависит от человека. Но вообще много людей есть. А есть, например, определенный срок? То есть, если ее виза истекает в этом году, она должна сразу подать на новую визу? То есть, если у человека была виза 5 лет назад, он тоже может? Может быть, сейчас нам поможет Мерев наш коллега? То есть, на самом деле, несколько требований к обновлению визы. Самое главное, не все категории визы могут обновляться через систему Dropbox, то есть, через Office Pony Express. Самое первое, вам нужно, чтобы ваша последняя виза была той же категории и была выдана не более чем 47 месяцев назад. 47 месяцев, то есть, примерно 4 года назад. То есть, если у вас была виза на 5 лет, уже надо, и вы как бы, и 5 лет прошли, тогда надо на собеседование опять записаться, да? Да, обязательно. Потому что отпечатки пальцев мы не сможем переснять. А, понятно. Это связано с отпечатками пальцев. То есть, если вы сдали отпечатки пальцев в последний раз, тогда, наверное, это было в течение... Да, весь срок, да, 43 месяца, да. Это первое. Во-вторых, ваша последняя виза должна быть выдана на территории Казахстана. То есть, это либо в Астане, либо в Алма-Ате. Если вы получали вашу последнюю визу в другой стране, вы не квалифицированы подавать вашу визу через систему Dropbox. Ага, хорошо, мы поняли. В-третьих... А, еще требования? Там, больше 40 лет, мне кажется. Поэтому, может быть, прежде чем... Вместо того, чтобы я перечисляю эти требования, можно будет зайти на наш веб-сайт. И в любом случае, когда вы записываетесь на интервью, там есть ряд вопросов. Если на все эти вопросы вы отвечаете верно, то система сама определит, вы квалифицированы подавать на получение визы без прохождения интервью, либо вам нужно будет прийти на интервью. Ну, это хорошо, то есть, короче, во многих ситуациях вы можете без собеседования пройти, ну, получить новую визу того же типа, но надо пойти, надо зайти на сайт ustraveldogs.com, да? Да, .com. Slash kz, по-моему, да? Да. Может быть, мы оставим там в комментариях ссылку, но ustraveldogs.com slash kz. Хорошо, какие еще вопросы? Следующий вопрос от Бакты Гуль. Кто может подать заявку на визу? Должна ли я предварительно приготовить план, расписать план своих поездок по Америке, либо я могу просто подать заявку без каких-либо дополнительных приготовлений? А, хорошо, но это очень хороший вопрос. Как вы рекомендуете человеку, который хочет подать на визу, что он должен сделать? Первое, нам нужен план и идея, что вы будете делать, когда вы будете в США, и не вообще, но немного обязательно идея, где вы будете, в каких штатах и какие достопримечательности вы хотите посмотреть. Или у вас есть друзья или семья в США. То есть объяснить, что вы хотите сделать? Да. Но не обязательно как бы забронировать заранее гостиницу и так далее.